МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытый на юге Сахалина редкий вид орхидеи чувствует себя хорошо. Праздник собрал у стен Южно-Сахалинского дворца творчества около сотни детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Энергия» находится в Долинском районе. И сегодня мы присоединимся к группе ученых, которые изучают растительность вдоль трассы трубопровода. А, знаете, мы что еще не посмотрели? Шикшу. Этим летом приморским и сахалинским ученым предстоит серьезный полевой сезон. По традиции. 11-й год они изучают флору в районе трубопровода компании «Сахалин Энерджи». Начали еще задолго до закладки первой трубы. И продолжают по сей день, когда трубопровод работает. Мы переписываем каждое растение, название его даем, процентное соотношение. Если есть какие-то деревья, мы указываем каждую породу дерева и пересчитываем их. Исследование проводится по заказу «Сахалин Энерджи». Задача – выяснить, как живется в природе рядом с человеком. Два года назад в Долинском районе было сделано интересное открытие. Неподалеку от трубопровода ученые обнаружили редкий цветок. Это бородатка японская. Орхидея в миниатюре. На тоненьком стебельке с продолговатым листом нежно-розовый цветок. На другом листочке его еще называют губой малиновые волоски. Губа бородатки напоминает сказочного гнома. Возможно, отсюда и латинское название – погония – борода. На Дальнем Востоке, включая Корею, Японию, Китай, произрастает три вида бородаток. Но на территории российского Дальнего Востока есть только одна – бородатка японская. Этот вид занесен в региональные красные книги и в Красную книгу Российской Федерации. Любимое место обитания бородатки – сырые луга и травяные болоты. Эта местность в Долинском районе как раз такая. Здесь нежный и бородатый вид архидных чувствует себя хорошо – цветет, плодоносит и размножается. Ну а скоро экспедиция дальневосточных ботаников переместится на север острова. Умейте быть здоровыми! Учитесь не болеть! Кто не курит и не пьет, тот на праздник попадет. Кругосветка, посвященная хорошим и плохим привычкам, собрала на территории Дворца творчества в Южно-Сахалинске около сотни ребят. Праздник – лишь часть программы «Сахалин Энерджи» – «Малые гранты, большие дела». Это совместный проект с детской областной больницей. Миссия у организаторов важная – с помощью игр и общения рассказать детям, что красивая осанка и здоровая еда – это хорошо, а пиво и сигареты – плохо. Услышать кашель курильщика предложила детям Галина Чернушова, врач детской больницы. Все свое красноречие Галина Ивановна направила на обличение курильщиков. «Описан один случай, когда человек 20 лет курил, и потом во время операции у него в легком нашли 6 килограммов сажи. Вот он за всю жизнь накурил. А посмотрите, пожалуйста, зубки, как симпатично выглядят. Посмотрите. Как бы я красиво ни говорила, и какие бы я красивые картинки ни показывала, ребенок делает не то, что он слышит, а то, что он видит. Если пиво льется рекой, если мама с папой не выпускают сигаретки, ребенок повторяет это. Чтобы быть здоровым, надо питаться белками, полезными продуктами. Не курить, не пить, есть здоровую пищу, всегда поддерживать осанку. Праздник под названием «Здоровье всего дороже. Будем беречь его» длился больше часа. В нем не было проигравших. Главное, по словам организаторов, в умах участников поселился их призыв. Кто не курит и не пьет, пусть и не пытается. Чтоб в лесу не потеряться, помни, правила просты. Компас с картою помогут и отметки на пути. Мама с папой пусть узнают твой маршрут и МЧС. Панике не поддавайся, если ориентир исчез. Слезь на дерево повыше, чтобы звук машин услышать. Юг и север различай, их приметы точно знай. Мох, где север, там растет. Муравейник к югу льнет. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова